Мобильное приложение как создать, создать мобильное приложение для бизнеса, создать мобильное приложение для интернет-магазина. Какие мобильные приложения в цене, какие мобильные приложения помогут вашему бизнесу, как правильно использовать мобильное приложение, какие мобильные приложения необходимо предлагать бизнесу. Если вы разработчик мобильных приложений или собственник бизнеса, если у вас в голове звучал хотя бы один из этих вопросов, тогда смотрите это видео, оно будет чрезвычайно полезным для вас, здесь будет только жизненный опыт. Мы начинаем. Всем привет дорогие зрители. До меня частенько доносится такой вой или сплетни о том, что на русскоязычном пространстве просто тяжело реализоваться мобильному разработчику, особенно нет клиентов, бизнес не хочет покупать мобильное приложение. Всем тем, кто так рассуждает, я хочу сказать. Нет, 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 вы рехнулись. Друзья, вы просто не знаете, что и кому необходимо предлагать. А хотя нет, подождите, я начал не с того. Все дело в том, что у меня есть что вам рассказать и все это из реальной жизни. А пока минутка рекламы. Если вы предприниматель на земле, то есть у вас есть небольшой бизнес где-то в спальном районе региона России, то есть у вас есть такая небольшая кофейня, барбершоу или пекарня или другой вариант малого бизнеса, то напишите мне и я расскажу вам как можно помочь вашему бизнесу, как можно его развить с помощью андроид приложения. Итак, я живу в городе Миллионики на юге России, кому интересно это город Ростов-на-Дону и у меня есть знакомый, у него такая знаете небольшая кофейня в центре города. Это знаете такие уютные кофейни, которые располагаются на одной из центральных улиц города. На этой улице есть такая аллея, по которым по вечерам в лучшие времена прогуливаются люди, это такая улица парк. И как наверное во многих городах, особенно в доковидное время, вы частенько могли видеть на таких улицах подобные кофейни, в которых отдыхают люди за столиками на близлежащей территории. Классно, не правда ли? Скорее бы лето. Так вот, о чем это я? Мой знакомый владеет вот таким заведением и как-то раз он мне рассказал, что его просто одолевают предложениями создать мобильное предложение для его бизнеса. Ну то есть для кофейни. Причем ребята готовы взять любой заказ, то есть за любые деньги, лишь бы сделать что-нибудь для кого-нибудь и не важно как, лишь бы положить что-то в портфолио, чтобы что-то начинать делать. Так вот, он мне рассказал, что слышал даже такие ценники за андроид приложение в размере минуточку 10 тысяч и даже 5 тысяч рублей. Да, мы долго над этим смеялись. Ребята, серьезно? Ни одно нормально работающее приложение с нормальной архитектурой, заточенное на то, чтобы предоставлять какой-либо небольшой даже сервис клиентам бизнеса и помогать собирать информацию о клиентах или собирать статистику о бизнесе, не будет стоить в самом лучшем случае меньше тысячи долларов. И то это самый такой низкий ценник, это будет самая неблагодарная работа, но это даже очень дешево, то есть это даже почти даром. И то, а меньше тысячи долларов, да это даже не стоит даже заморачиваться. Ну так, что-то я отвлекся. Так вот, вернемся к моему знакомому. Но да ладно, он готов работать, и с начинающим разработчиком не проблема. Но вот в чем загвоздка, ни один из них не смог донести выгоду использования этого мобильного приложения. Ни один. По факту ему предложили в приложение запихнуть ту же информацию, что есть на сайте. То есть сделать сайт в формате мобильного приложения. Вы серьезно? Ребята, сайт и мобильное приложение это вообще служат для разных целей. Сайт призван предоставлять информацию о бизнесе и привлекать новых клиентов по поисковым запросам. То есть самых таких горячих клиентов, которые уже чем-то интересуются, а именно вашей тематикой. Сайт это инструмент прямого привлечения. Мобильное приложение это более высокая ступень развития бизнеса. Мобильное приложение должно предоставлять какой-либо сервис для клиентов бизнеса. Чем-то помогать клиентам, предоставлять что-то особенное, что выделяет бизнес на фоне конкурентов. И в итоге что мы получаем? Мобильное приложение позволяет через особый сервис, которого нет у прямых конкурентов, или даже если оно у них есть, то у вашего бизнеса оно должно быть на голову выше. То есть с помощью этого специального особого сервиса мы должны помочь удержать клиентов, воздействовать на пользователей психологически, то есть сделать взаимодействие пользователей с приложением в формате некоторой такой игры, при этом завлекая их в бизнес нашего клиента, ну или ваш бизнес, если вы собственник бизнеса, заставляя их с любопытством заходить в ваше приложение каждый день, чтобы узнать, что у вас там новенького. Про такие моменты, как предоставление полезных фишек, которые напрямую не связаны с вашим бизнесом, но имеют смежную тематику, я пока умолчу. То есть мы должны помочь бизнесу мотивировать потенциальных клиентов возвращаться к вам в заведение снова и снова, и как бонус привлекать к вам новых клиентов по сарафанному радио. Это все работает в комплексе. О чем я говорю? Ну я говорю о тех разговорах и серии того, ты в какой кофейне был? Да, а я хожу в ту. А что там такого? Прикинь, у них такое приложение, которое позволяет и так далее. Ну в общем вы меня поняли. В общем приложение позволяет сделать крутой сервис для бизнеса. Ну как можно из такого крутого инструмента, как мобильное приложение, делать сайт? Вы чего? Если вы делаете из мобильного приложения сайт, вы стреляете в ногу этому самому бизнесу. Так вот, вернемся к моему знакомому. Вы наверное скажете, ну раз ты так все понимаешь, почему ты не сделаешь для него приложение? Все просто. Перед тем, как кому-то сделать предложение на разработку, я изучаю его бизнес и бизнес конкурентов, после чего делаю вывод о целесообразности своего предложения. Я понимаю, что для кофейни моего знакомого можно сделать крутой сервис с уникальным заказом, ну например, одной из опций это заказ кофе по особым параметрам. У меня есть несколько идей. Я их конечно озвучивать не буду, со стороны моего бизнеса это невыгодно. Но я понимаю, что он не готов вкладываться в такие опции, как доставка, расширение персонала, обучение новым фишкам персонала, для работы, скажем так, как в онлайне, так и с приложением, так и в оффлайне. В общем, здесь можно круто развернуться, но я понимаю, что эти расходы, лишь все эти действия, всю эту энергию, он не готов сейчас потратить на развитие своего бизнеса. Ему проще остаться в сегодняшних реалиях, в сегодняшних пропорциях бизнеса и получать прибыль по своему уровню. Он привык к этому уровню. Он счастлив с таким вариантом развития дел на данную минуту. И поэтому я пока ему ничего не предлагаю. Как только я увижу, что он готов к новому уровню развития, то я обязательно с ним поговорю. Но пока он получает различные предложения по приложениям, очередные несостоятельные подходы, и в ответ все, кто предлагают, получают лишь сплошные отказы. Некачественный продукт равняется дешевому продукту, но не всегда дорогой продукт, это будет качественный продукт. Но к тому же приложение должно не только предоставлять сервис для клиентов, а также позволять получать информацию о пользователях. И собирать статистику. Это очень важно. И давайте прикинем, что для этого нужно. Во-первых, клиентское приложение. Во-вторых, это база данных, где будут храняться все данные на сервере. В-третьих, это приложение для собственника бизнеса по получению актуальной статистики и прочей информации о своем бизнесе. Такая удобная сортировка всей информации. А также необходима панель администратора для редактирования приложения и наполнения информацией в этом приложении. Это все составные части нормального рабочего мобильного приложения. И как вы думаете, сколько такая разработка должна стоить? Кстати, скоро выйдет видео на эту тематику. К чему я это все рассказал? Если вы разработчик, тогда подходите к каждому бизнесу индивидуально. Подходите со стороны, как это может помочь развитию бизнеса. Подумайте, что вы можете предложить что-то особенное. Не будьте как большинство разработчиков, которые предлагают непонятно что клиенту. Ну не нужен ему второй сайт в смартфоне. Предлагайте сервис. Причем не просто сервис, а крутой сервис. Да, и к слову, в следующем видео я расскажу о том, какие вообще бывают мобильные приложения. На практике продемонстрирую преимущества сервисных приложений и покажу, как примитивный массовый простой бизнес можно продвинуть с помощью мобильного приложения. Причем я это сделаю на своем опыте. И покажу вам реальное мобильное приложение, которым я пользуюсь. А если вы предприниматель на земле, и у вас есть такой небольшой бизнес, где-то в спальном районе, кофейня, барбершоп, пекарня, неважно, то напишите мне и расскажу вам, как можно помочь вашему бизнесу. А на сегодня у меня все. Подписываемся на канал. Я начинаю серию видео о практике использования мобильного приложения для малого бизнеса в реалиях регионов русскоязычных стран. А на сегодня у меня все. Всем пока.